поволок торчер бед втор резинмет мет или там как она короче куда-то вот эти бушные колеса чего он их тут не усел как эти голова у ленина он там зеленых увидится далеке и в далеке снежок этого туда михаил полез там сева вот это говорит о чем то что мы дели жану приближайся дальше мы здесь разъезжаемся а он наверху играет сама вкусная вода второе место говорит дилижан а первая рима нет первое до ума мама до ума делает ты кушал до ума не кушал значит ты еще не езжал вот и дилижан 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 ну что мы сейчас разъезжаемся ты по еревану понял ты главного до знака уйди там налево до кольца там свернешь направо резко а там у тебя уже по любому твоя машка ташка они нам сориентироваться потому что сразу я бурят той правой стороной я не не знаю как обходить а по прямой могут потащить под знаки на колечко где-то троица великая актеров стоит ну значит давай тогда счастливая удачной дороги с новым успехом хороших рейсом рейсом с богатым материалом ну и всего всех благ давай-давай спасибо и тебе того же по тому же месту и побольше еще может где-нибудь пересекемся на обратном пути будем вместе в кубе зависать или еще где-нибудь любому однозначно по одним дорогам есть давай михаил удачи номера если хочешь памятнику подойти вот кольцо пройдешь метров через 100 там на подъемчике остановись там широко машину поставить можно запросто нужно подойти сводки мая царевны обе ни одна не знает здесь дорог в армении дашка что пыталась пыжиться машку переформатировал раньше она знала армению она не знала грузию на армению она знала сейчас все она умерла теперь я им дорогу показываю тут армению знаю лучше чем они вот оно наше колечко и да мы сейчас на право 2 надзор нам нам да а а ему вот туда сейчас дилижант проходит и вот на ту гору будет забираться там перевал не помню не помню как я вот дижанский называю или женский семь тонн направо ну а вон они стоят орлы у меня здесь машину не поставишь а у него там запросто можно поставить погнали мы погнали мы погнали мы погнали на цикле я гугл включу мне отсюда интересно ну да юмри юмри 100 километров от суда юмри сейчас 12 по этим дорогам два часа езды нормально сжается 100 где-то ориентировочно здесь по кругу на сотку больше да трогаться в гору с двадцаткой конечно не очень приятно особенно смотреть после этого на расход топлива веточки зацепил сейчас яйца зацеплю веточки зацепил веточки зацепил веточку не так много тут грузовиков будет можно по центру ехать мы в этом ларсе ко мне коллега с армении михаил по тоже подходил кофе пили сидели где-то живет здесь говорит вот как уходишь из данного надзор подожди газон подожди дорогой я за тобой буду умирать ехать потом и где-то направо там новый район молдавский говорит называется молдавание строили и этот нет наверно я вам говорил направо куда-то в город чего ты запили кола нет никого на дороге ты че уже на кусты реагируешь в тормоза собралась давать короче где-то здесь о репосте она тут даже дорогу не зала нищего себе еще дошел прогресс спереди сарок поднялся какой-то вот наверно где-то вот сюда направо потому что это уже выезд зележана а посмотрит узнает свои места родные а вы погнали в заповедник здесь у меня тебя как красота эти тут как их гостиницей туристический комплекс такой хотя это может и не туристически это может люди живут просто такие домики наверно не дешевые элитный район о трубы здесь все стрёмно такие газовые ощущение что сейчас этой трубой и поедешь все погнали вот мы из-за поеднике и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Все мы с заповедника выехали Тоже подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Честное «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» а вот там у нас уже вон в низинке там его надзор постепенно мы до него добрались о прикиньте сюда вот забраться в этой кровейки я на своем пыжо даже бы не пробовал ухотились вы вместе с пыжо иди открывается просто потрясающе лермонтова все-таки это кратчайшие то лермонтова ретарда завоевала с движком вместе держат держат с горы пасти он 2000 оборотов заложила чувствуется мощь и сила на звук такое какой зале тоже иногда приходится помогать что это какое-то место остановочки тормознуться зов природы становится совсем уже невыносимым направо куда где место отдыха а вот с правой стороны или нет не вы сюда то я однозначно съезжать не буду не да то какая-то тут а это воинская часть но однозначно мы сюда съезжать не будем ладно найдем еще какой-нибудь вот люди отдыхают кушают ван отзор ой надо минут 15 походить ноги размять совсем никаких сил нету седалище болит ехать так что у нас тут заодно и пойдем посмотрим чудом тут после гор как что выглядит но вроде не ничего колодками не пахнет это хорошо бомбы это российская это грузинская помоемся мы уже конечно перед сервисом походить немножко размяться а нищего тогда кажется что не высоко здрасте уважаемые сбежу с поля так внимательно отдыхайте отдыхайте лепота на туда чебурахнешься и и все на этом не знаю ну этаж шестой седьмой наверное по если туда так вообще все 12 так с машиной вот здесь все нормально сейчас поедем дальше ну малость косточки размяли проходим вон отзор вводим сторону спитака сейчас успеет так там он потом у нас стране остается нам по спитаку очень нет и там потом правее на кембри бывший ленина как стать тут потеплее в горах было 18 там только что наверху здесь уже 23 детки отдыхают молодежь так все тоже довольно таки просто сейчас помню колечко правее туда-сюда потом налево и пошли выходим на эту дорогу вот с которой выездили через за лаверды поехали но там эти 50 километров несчастных или сколько там уже сколько делают и же сколько я езжу сколько делу на то года с девятнадцатого наверно делу уже двадцать первых никогда делать не не налаживается не получается же этот кусочек за два года можно было конечно и склепать не знаю тут вроде нашли какую-то загрузку небольшую как загрузку там в трех местах надо 8 полет забрать 5 тонн здесь нет пешеходного перехода но там в ереване 4 полета и там потом по дороге до этого до сивана там тоже две загрузки там в одном месте два полета и во втором два полета ну как бы как бы не полная загрузка но и как бы три получается в общем они цену ну и свою цену сказали мы подумаем шансов что они нам ее отдадут немного я думаю найдутся те которые заберут и три загрузки и за эту цену которую они предложили ну я уже озвучивать не буду ну мы предложили мы сказали на на 30 процентов больше того что наливаю минимальное что нам ее отдадут ну там единственное что хорошо вроде как ценник то что такое ценник как бы не очень большой просто что-то наш маленький вести до пятигорска принципе это нормально мы в пятигорске вы выгрузились а там уже на москву загрузились то есть если полностью грузится полную машину тут цена больше но то что дают на полную машину такой смех вызывает что честное слово 20 тонн вести за эти копейки оплатить транзит по грузии оформление туда-сюда и плюс по этим горам тащить за этим просто смешно посмотрим время еще есть еще только час дня нам еще ехать ориентировочно час может чуть больше будет что-то поедем грузиться именно на завтра нет значит выгружаемся и обратно пустые в этот на границу короче шансы маленькие так то было бы в общем то неплохо хотя бы вот отбить там топливо оправдать которое мы здесь сожгем там не то что там еще и остается я имею ввиду что как будто это наш пятерочка конечно к этим восьми политикам еще чего-нибудь догрузить такое же легенькое хотя бы ты собрать но век воли не видать что мы их не заберем значит не наши хотя хотелось бы сейчас мы вот правее да вообще-то я должен уступать не бойся но понимаю что выгляжу грозно такой автомобиль серьезный есть но надзор большой город так вообще по меркам просто тут я сейчас уехал тратить средства просто загуглил 2019 году в армении и даже трех миллионов человек не получалось 2 миллиона 900 тысяч я думаю у нас белорусов мало не армян еще меньше в общем все вон до той горы там налево направо на лаверды на баграташе налево на на спитак может в этом году закончат уже этот ремонт уже в следующем году не нужно вот такие круги рисовать уже бы на месте ну и плюс считайте по таким дорогам 35 30 35 литров запросто улетело лишних у меня расход вырос 33,8 у вас приехал там был 31 с чем-то не нет нет критичка проскакиваем Пацаны ждут, когда их на работу кто-нибудь пригласит Ооо, а где дорога? Былая раптом сникла? Бывает Вот направо В то ущелье Ну вот и прикиньте, там вот в этом ущелье дорогу делают И вот где-то, где-то там разворочено все Короче, пока не судьба туда ехать А вот оттуда машина стоит Ну мало ли, может там еще в Бонадзоре где-нибудь здесь грузился, выгружался Ну спайка там один тогда поехал в ту сторону Куда он поехал, не знаю Ладно Может по столу там можно проехать Сейчас буду выгружаться, может поспрашиваю Хотя говорили, что там не есть хорошо Авторынок туда, вот это помню Тут купи, правда, тут диски, шины Ходовик, сварка Тут сразу авто Господи Чуть сердце в пятки не ушло Я думаю, он сейчас выпрыгнет прям передо мной Серьезные люди серьезные вопросы решают Тоже вот откуда-то выехал Что-то грузил, наверное Или выгружал Погнали мы, погнали В Гугути, говорят, вот сделали Может, если кто помнит Как-то раз я тут, короче, заблудился я здесь И попал в Гугути На таможню Ну я вышел, там все нормально 13 километров там Направление было Дорогой это сложно было назвать Сейчас вот Сказали, что там дорогу сделали Вопрос в том, работает ли там переход Что здесь случилось? Горячие парни дорогу не поделили Это бывает А как мне сейчас здесь проехать, интересно? Справа я точно не пролезу Мне надо пробовать пролазить слева Как вы думаете, меня стоит... Нас кто-нибудь пропустит? Давай, 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 давай Едь, 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 едь Спасибо, брат Все Вот мы побежали по прямой на Гюмри Спитак остается в стороне На Ереван тоже в ту сторону Мы уйдем Идем на Ленинакан Бывший Здесь вообще мы в спитак не заходим Просто его вот стороной обходим Тут тоже интересные такие места Такое место там, помню, было это Что-то там ленточки какие-то там Памятник какой-то Сейчас-то нет На выезде потом можно будет остановиться Посмотреть на него Сейчас надо Уже 12.36 13.36 Мне еще ехать Тут километров 40, наверное Может, чуть больше Там все дома новые Это все заново отстроено После землетрясения Спитак его же разрушил Просто полностью разрушил Страшная штука Конечно, сколько людей погибло Зато спорсали всей страной Не было национальности Были спасатели Те, кто ехали со всей страны Любые беды Все решалось Одной страной Очередной хороший вид И хороший подъем Кстати, вот за эту гору Мы перевалим И все И там уже спускаемся И там долина И там уже Наш город Гемри Если верить Яндексу Нам осталось 22 километра Продолжение следует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Второй раз мы к вам приехали в гости Дима Торзок 6 километров еще рисует, что нам надо проехать Вот как закон подлости Вот всю дорогу ехал, но сейчас не скрипело Через 500 метров поверните налево А сейчас опять что-то началось Что за подпискивание? Она не могу понять где Так, после ЖД И перед ЖД Жените налево Сейчас налево Аправо таможень Нет, что-то как-то Не-не-не-не-не-нет, там налево Что-то совсем как-то Не очень дорога а здесь смотри здесь можно шиллапы поотрывать на мистер такой бугор тут по прямой знаков нет ограничения так что можно ехать таможня справа а можно нам не нужно пробуем здесь ехать потому что порно хочешь чтобы я поехал налево через 500 метров на светофоре ну вот здесь да здесь я в принципе с ними соглашусь повернуть на светофоре налево для туда прямо что-то все стоит пустом спорит а нужны поиски костюмс так сюда налево да ну здесь как асфальт давайте здесь повернем более следы похоронная процессия уже давным-давно те красный горит а ты все едешь рад лишь повернуть надо я же выехал так на перекресток там и в новое поворачиваем помню в узбекистане точно так же вот там с центральной трассы вот так вот налево на должен сам город свернуть слева стороны пост но я точно так же на его вот как сейчас здесь на середину перекрестка вытянулся все жду когда встречные проедут и чтобы совершить эту маневр красный загорелся прямо идущие все остановились ну я закручу заканчиваем маневр нужно получается на красном я же должен его закончить еще свисток ногу знаете как советские времена такой было шариков такой свистит подходит право я говорю зачем ты как зачем будет я же гаичник что такое ты на красный проехал я буду слушаю брат ну ты пойми как маневр ты закончил должен или нет и брать ничего не знаю почти на пост там туда сюда ляля тополя это давно было это годы 5 наверно был до 2005 пошли мы туда на пост рецепт плова рассказал там заплов разговор завели все это чуть не национальное блюдо наверно кто-то звонит алло да я погибри уже еду вот мне до вас осталось буквально вот я уже в гюмри уже у вас здесь я по городу улица гандель улица канделян я еду да 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 правильно я еду но ну хорошо ну в общем я сейчас приеду как-нибудь доберусь три километра осталось да 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 хорошо хорошо наберу говорит там знаки запрещены я понятия не имею как яндекс и дзюк я так и поеду здесь пока знаков где вот уже клиент звонит вот я говорю там и нас не разговор заплыв развели завели на туда-сюда брат нас рецепт рассказал записал его единственный который на посту оказался металла есть по-русски писать так то вообще-то в те времена было сейчас не знаю тысячу лет не было в глубинку поедешь так с русским языком там тяжеловато в узбекистане помню мы яблоки покупали так это на вправо там заголовок на пальцах там договаривались а ну вот чего грузовикам прямо можно ехать можно меня заколебало это вещание просто никаких сил нет знать куда залезть еще вот грузовикам прямо ну мы прямо и ездим все верно круговое движение и иск стоит вот сюда нам направо уже без знаков 2 и 6 километра что это за подписки в ней ничего не понимаю что по что где трет через на светофоре поверните налево давай попробуем через 300 метров на светофоре повернуть налево слово и грузовиком налево яндекс вера михайловна как и красотка сейчас попробуем это мы остановим остановимся сейчас на светофоре надо будет это попробую этот спальник подзоркать или что сделать не знаю сейчас послушаем хочу стрелка не загорается успеем мы на нее не успеем нет все равно подписки я не понимаю что там временами начинает пищать два километра нам осталось турки еще до этого турецкие две машины не часто туркового в армении встретишь тоже шумих через 600 метров на светофоре поверните налево конфликт геноцид и так далее признали же ну вот иногда попадаются турецкие машины понятно азербайджанских то нет но турецкие машины попадаются не знаю где чего что в чем проблема ванна что она не постоянно если она постоянно другое дело это ж не постоянная то есть то нету тупал появится то пропадет до подписки вы не в этой части города точно бывать не доводилось не спешить не будем что тут мост 4 метра как вы движение третий съезд движение третий съезд вот он говорил два моста проехать надо да и так это какая-то газовая заправка два моста и газовая заправка и мы приехали в принципе вот пост 2 вот он но возьмемся сюда левее здесь по моему повы больше зазор ну вот газовая заправка я здесь сейчас звоним надо развернуться ну развернуться развернуться сюда вот нам здесь там вот ворота надо заехать там и поехать на разворот тут же швейцы хай-вай вот вы слышите чтоб скрипела да ну начало да что ж это такое а кажется я догадываюсь что это на баллон накручивается так как раз здесь возле возле баллона лежит наверное баллон трется сейчас надо ее достать горелка точно все это она где-то ее тряхануло она попала под этот ну к баллону прижалась и начала до пожаре конечно такие развороты рисовать сразу такие следы остались минус 2 минус 20 плюс 20 эти хорошо дождичек даже какой-то ну дождик не очень хорошо плюс 20 температура не будет ни жарко не расчехляться ничего дождь конечно как такой дождь как таковой-то нету дождь как хочешь чтоб я туда заехал наверно туда надо задом заезжать да смотрите наверно туда надо заехать задом или передом я передом боюсь что я не выкручу в принципе можно и передом наверно я вот боюсь что я вот боюсь что я вот боюсь что не в лес удивительно сколько будете выгружать да все с прибытием все процесс идет у нас потихонечку сейчас этот ряд выгрузим потом эти ремешком подтянем а те уже он сам будет подтягивать а еще передний забыл он ремень повесить а нормально часам к пяти разгрузимся потом покушаем и поедем уже знаю куда уже вопрос решился туда он на стояночку выгоню вот этот пятачок как раз задом вытолкаю аккуратненько и все это мы будем кушать и 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